Алексей Алексеевич, расскажите, как появилась, собственно, идея этой картины? Ну, на самом деле, вообще, проект задумывался немного более широко, в общем, помешал коронавирусу и всякие другие сложности. И, вот помимо вот этого двухсерийного формата, мы хотели и хотим по-прежнему сделать полнометражный фильм. Мы думали о истории с большим количеством серий, но более короткими, то есть такой фильм-трансформер. Ну, в принципе, она родилась очень просто, мне просто показалось, что вот у нас есть какое-то количество театров на слуху, да? Мы там знаем, там, БДД, МДТ, да? Это наш город. Но также наш город состоит из театров, которых мы не знаем, или знаем мало, или знаем мы, но не знает тот другой. И тогда, собственно говоря, подумал о том, что надо попробовать сделать фильм-путешествие по этим театрам, да? И посмотреть на жизнь театрального Петербурга, ну, в каких-то разных измерениях. Я не какой-нибудь документалист, я этого ничего не понимаю. Поэтому, соответственно, и я учился на театровическом, но это было очень давно. Поэтому я тогда позвонил Жанне Залецкой и просил её написать сценарий и выдумать, как это всё должно выглядеть. И Ильи Орковой, которая замечательный режиссёр, чтобы она это сняла. Вот, потому что мне кажется, что в городе должны быть и про-город, должно быть какое-то взаимпроникновение разных видов искусств, жанров и так далее. То есть это вот такой, наверное, первый шаг. В идеале, в идеале, как, конечно, продолжать работать с фильмом, мы хотели его выпускать, на самом деле, в кинотеатрах, немножко в другом формате. Но когда мы к этому пришли, началась история про коронавирус. И стало понятно, что кинотеатры будут закрыты довольно долго, и уж точно, что будет меньше всего им интересно, после того, как они приоткроются, это будет фильм о театрах. Потому что они будут пихать туда что-то, что хоть как-то будет генерить какие-то высокие доходности. Вот. Ну, вот такой вот проект. Для меня это важно, потому что как-то, в общем, семья была связана с театром, в том числе. Здравствуйте, газета «Санкт-Петербургские ведомости», Анастасия Долгашова. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в кинотеатрах это не пойдет, где это пойдет? Может быть, это прозвучало, эта информация просто я не услышала. Это первый вопрос, а второй, скорее, не вопрос, а такое соображение, а вы в ответ, может быть, поделитесь своим соображением. Когда я смотрела, особенно вторую часть, я все время думала про то, что, ну, и Жанна Зарецкая об этом часто говорит, о том, что, ну, насколько тяжело приходится негосударственным театрам. И так получилось, что вы хотели нас, ну, всех с ними познакомить в той или иной степени, а получается так, что вторая часть делается некоторым памятником, наверное, ну, некоторым из них, потому что кто-то из них просто не пережил вот этих, ну, пандемий. Я надеюсь, что все из них пережили, да, но, в принципе, независимых театров очень много было. Буду вам признательна, если вы прокомментируете вот это соображение. Спасибо. Ну, я коротко скажу. Да, мы очень хотим и, во всяком случае, надеемся, что в обозримое будущее фильм выйдет на крупнейшей онлайн-платформе. Одно из основных в стране. Вот это вот, как бы, такая первая, как бы, первая, первая стадия. Во всяком случае, положительные ответы от крупнейших онлайн-кинотеатров есть. Дальше дело уже, собственно говоря, продюсерских компаний финализировать, подписать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, они есть просто. Я это знаю, потому что знаю. Касательно вот той истории про то, что, возможно, и, наверное, может быть, уже есть, может, нет, мы не знаем, да, вот идёт вымирание театров, то мне, собственно говоря, кажется, что они ровно имеют то же право, если это необходимо, на поддержку городскую ли, федеральную ли, и так далее. Потому что мы знаем, что есть, в общем, некоторые театры очень большие, с богатой историей, но ходить в которые невозможно. Ну, я не буду её называть, ну, зачем, да, а есть, как бы, маленькие театры, которые делают энтузиасты, которые, которым сейчас, которые сейчас тяжело, и которые, очевидно, более востребованы, но выживают без поддержки. Ну, поддержка, поддержка нужна. То, что, понимаете, вот дальше про памятник, не памятник, это режиссёр. Но я думаю, что когда фильм делался, уже делался до ковида, никто, собственно говоря, не предполагал, никто не предполагал, что вот так случится. Вы знаете, до ковида я абсолютно иначе думал о своей жизни тоже. Я думал, что мы закончим большой полнометражный фильм уже давно, и так далее, и так далее. Но ковид всё, ковид всё у меняет. Ну, помогать надо. Я просто не очень в курсе, насколько происходит. А тогда, может, Ирина, вы дополните? Да, я могу сказать, что, да, вторая часть, она, конечно, для нас была очень важна. И, безусловно, сколько, вот столько, сколько там театров, 16, кажется, в ней, это не все, безусловно, театры, которые есть, малые такие питерские театры, но я хочу вам сказать, что из них не существует, ну, в том формате, в котором он есть на экране, это только проект «Квартира», ну, мы его так и называли, проект «Квартира». Это был такой временный проект под руководством Бориса Павловича, которого действительно нет, ну, там была ситуация в том, что они действительно находились в квартире, возникли вот эти вот сложности квартир, соседей и прочего. Хотя это, по-моему, прекрасный, был замечательный проект, но он есть как то, что может быть театром тоже. Потому что там ребята, артисты с аутизмом, с особенностями, которые именно в такой инклюзивной форме театральной участвовали в этом проекте. И там продолжается эта работа с ними. А все остальные театры, так или иначе, в чем, как для меня, кажется, была важная мысль? Потому что часто людям не нужно для того, чтобы что-то делать классное, важное, не нужно много денег. Но нужна поддержка, безусловно, но больше всего нужен какой-то энтузиазм, нужно что-то внутри себя иметь, и вообще про это все кино, что есть в тебе внутри, почему ты имеешь право как бы, да, что-то нести в искусстве. Потому что мы сейчас очень сузились все, ну, как правило, в кино этого очень много, когда мы обслуживаем какую-то конкретную отрасль, там, денежную с театром. Понятно, что многие из них это делают не для того, чтобы заработать деньги. Но поддерживать именно такое чистое искусство, как мне кажется, надо обязательно. Тем более, что они все этим горят. И они все, слава богу, выдержали. Они сегодня все практически, да, там, плюс-минус будут на премьере. И мы увидим их, хотя бы они увидят, что они делали в тот момент. Как-то тоже это проанализируют. Мне кажется, это было важно. Пожалуйста, ваши вопросы. Да, конечно. Тарасинка Елена, Петербургская жизнь. Можно я не буду вставать? Во-первых, я хочу поблагодарить. Мне чрезвычайно понравилось. Чрезвычайно. И вселило какой-то даже такой оптимизм, потому что театры настолько гибкая система, особенно вторая часть, второй фильм, что мне кажется, они как-то так или иначе модифицируются и выживут. И тем более, что я со многими из них общалась, когда вот в прошлом году писала по заданию газеты несколько материалов о разных театрах. И, в общем, очень рада, что они присутствуют. Но я подумала, что у меня, собственно, все вопросы к Жанне, которая автор сценария, потому что вот не вошли ни Михайловский театр, ни Молодежный, я полагаю, что они обидятся, наверное, на сценариста. Ну и какие-то не вошли, которых я знаю, работают во вторую часть. И вопрос, собственно говоря, такой. А не будете ли вы снимать следующие, так сказать, какие у нас еще есть музеи частные, у нас тоже есть и частные, тоже в двух частях. И дальше, что у нас еще там есть, какие у нас замечательные вузы. То есть, и дальше продлить вот такую череду фильмов о нашем городе, о тех учреждениях, которые у нас есть. Спасибо. Книжные магазины еще. Можно, можно, куарка. Ну, Жанна на самом деле приболела. Вот. Да, и она вчера в ужасе мне позвонила и это сообщила. Вот, поэтому вопросы, вопросы, вопросы к ней. Как Кехман отнесется, не знаю. А, значит, мне кажется, вообще есть огромное количество мест в Петербурге, если рассматривать этот город как живой организм, да, как совокупность, о которых мы знаем мало или знаем с какой-то только парадной стороны. Поэтому мы размышляли, на самом деле, про музеи. И еще про что-то размышляли, я уже не помню, да. Но... Сказала об институтах, я уже не говорю про заводы и фабрики. Ну, понимаете, заводы и фабрики, это уже... Это уже не совсем мы с Ирой, но мы не очень понимаем просто. Очень уважаем, но не очень понимаем. Вот. Но мне кажется, что про музеи большие, маленькие, частные и нечастные – это прекрасные мысли. Вообще, смысл проекта, и вот это вот, это первый блин, да, состоит в том, чтобы открыть Петербург с той стороны, которая кому-то незнакома. Потому что огромное количество людей не знает про эти маленькие театры, и уж, поверьте, у меня огромное количество не было никогда ни в ВДТ, там, ни в МДТ и так далее. Особенно, если они иногородние. Вот. Поэтому вот в том числе и для этого. У нас еще много галереи, вы точно... Ну, конечно, 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 конечно. Немножко хочу сказать про выбор театров. Вот вы говорите, не все. Но, понимаете, это... Ну, то есть все нельзя никогда... Ну, то есть это очень сложно. Мы и так, я считаю, 28 театров, это вот сидит наш оператор, постановщик. Мы снимали фактически... У нас было больше 40 смен. Ну, то есть это фактически полнометражный фильм игровой. Как игровой его делается так же. Мы круглосуточно почти снимали, потому что это очень большой объем. Ты не можешь просто слово одно какое-то там забежать быстренько, как телевидение, что-то там подснять в уголках. То есть ты все равно погружаешься. Это требует очень много времени. Плюс зрителям тоже очень тяжело смотреть такое количество информации. И ты все время... Там о каждом театре можно было сделать, по крайней мере, краткометражный фильм точно. Но тут нужно было себя немножко сузить до уровня из области отобрать. Да, что-то, что действительно не повторяется, что является уникальным. И где люди, которые это делают, действительно что-то делают особенное и делают это с такой энергией, когда ты понимаешь, что они даже тебя заряжают в чем-то, вот этим своим... Каким-то там, не знаю, вот этим кайфом, которым они относятся к этой работе. Поэтому отбор должен был быть. Потому что, ну, без него, ну, никак нельзя сделать просто полотно. Там 50 театров. Я думаю, что их больше. У нас были, на самом деле, разговоры об этом. И мы никак не могли подобрать методологию. А вот, понимаете, потому что абсолютно верные слова. Вот есть конечность фильма, да? Ну, тогда, значит, про другие театры должно быть меньше. Тогда, условно, Тоддин должен поговорить 40 секунд, а потом в рекламном темпе сказать слоган и убежать. Понимаете, тоже невозможно, да? Поэтому тут, как бы, была принята история, была принята история, что да, это вот взгляд автора. Авторы не претендуют на то, что их взгляд может вобрать себя в всю Вселенную, потому что есть конечное время. Вот это их взгляд. Любой человек может сделать, собственно говоря, другой фильм с другим набором. Понимаете, ну, это старт. Надо что-то начинать, в конце концов. Понимаете? Денин, Охтинский пресс-центр. Два вопроса, если позволите. Как раз уже говорилось о поддержке и о финансировании, но ведь известная история о том, что с весны до почти что осени как раз-таки не государственные театры остались без финансирования и были поставлены на грань выживания. Не считаете ли вы, что вот ваш фильм мог бы быть напоминанием своеобразным, может быть, комитет по культуре, может, кто-то не знает не государственных театров? И в связи с этим, вот тоже с информационным его нагрузкой, второй вопрос. Являясь не только журналистом, но и преподавателем журналистики, хочу спросить, воспринимаете ли вы свой фильм как возможное учебное пособие по петербургским театрам, по петербурговедению в целом? Спасибо. Ну, как учебное пособие нет, но как некий обзор возможно. Но мне кажется, все-таки мы вышли за рамки обзора, там есть другие, понимаете, просто сделать фильм, в котором ты представляешь такой-такой-такой театру, знаете, что они там делают, делают. Это тоже как бы, это не, ну, естественно, мы большие задачи перед собой стояли. Там есть какие-то смыслы просто для нас лично, которые мы хотели бы, чтобы были, ну, в том числе людей творческих, которые, я только за, чтобы в каких-то вузах, допустим, показывали такое кино. Оно мотивирует, ну, как мне кажется. Вот если бы я была студентом и посмотрела такое кино, и увидела, как рассуждают режиссеры, мне бы захотелось, я бы поймала этот, вот этот вот вкус, вот это желание что-то сделать. При том, что в этой ситуации в Петербурге, когда у тебя такие большие отцы и такие дети, ну, то есть, и когда, я не знаю, удалось ли нам это сделать, чтобы показать, что они еще и перетекают, что важно, что, в принципе, конфликта такого страшного какого-то там нет. Там есть ситуация, в которой в больших театрах работают ребята, да, как актеры на больших сценах. Тут они делают свои театры. То, что в перспективе вообще возможно, если какие-то студенты бы смогли посмотреть это и понять, что это возможно, чтобы это их как-то мотивировало, то почему нет? В образовательных целях можно, но в качестве какого-то там, ну, только с той вот степени, ну, как бы заинтересованности, именно в мотивации какой-то, мне кажется, можно было бы показывать. Если бы я был продюсером, я бы делал следующие вещи. Я бы, безусловно, я считаю, что этот фильм должен существовать везде, где находятся люди, которые хотят посетить Петербург, едут в Петербург или приезжают в Петербург. Понимаете, сейчас не очень, не очень, в некоторое время не очень просто было договариваться с какими-то транспортными операторами, потому что у них тоже дела, ну, как вы понимаете, не арти. Вот. Но я просто согласен, что чем шире фильм выйдет, платный, бесплатный, вообще не важно. Наверное, лучше для продюсеров лучше платный. Наверное. Но тем больше люди, там, чиновники, не чиновники, домохозяйки, да кто угодно будет его видеть, тем больше они будут как минимум не бессмысленно ходить фиг знает на что, когда они приезжают в Питер. На непонятные, на непонятные театры. Они будут хотя бы, хоть даже если 3%, 2% будут хотя бы понимать, зачем и куда они идут, это уже большая победа. Пожалуйста. Вижу. Я не представитель прессы, я просто зритель. И поэтому у меня не вопрос, а слова благодарности. Я профессиональный, театральный, петербургский зритель. Достаточно хорошо знаю театральную жизнь Петербурга, и благодарю всех причастных к тому, что сейчас было в течение двух часов, за то удовольствие, которое я получила. Стилистика великолепная. То есть вот, когда я шла сюда, я пришла, как там, историю, там, что там, надо мне, не надо это, да. Ну, та стилистика, которую, вот, вы выбрали, ну, вот, она мне очень близка. Как пожелание от зрителя театрального, всё-таки, вот, придерживаюсь, да, вопроса тоже, что не все театры вошли, ну, там, например, не прозвучала моя любимая молодёжка, или театр музыкальной комедии, да, с которыми особые отношения. Поэтому, как вот, от зрителей пожелание, чтобы всё-таки, может быть, продолжение, чтобы было этого. Всё-таки, вот, в этой же стилистике, но продолжение. Ну, это как вот моё пожелание. Ещё раз вам огромное, глубокое, искренне спасибо. Спасибо. Синьюс, Рукин Александр. Я хотел бы сказать, что, безусловно, проблема театра, она существовала давно, и до сих пор идут споры о том, сколько живёт театр. Некоторые говорят, что поколение актёров, то, которое было изначально, а потом умирает, и создаётся новой. Но вы, мне кажется, очень правильно выбрали по закону контрастов вот эти две темы. темы театров академических и театров любительских. Этот контраст позволяет разглядеть именно то, что невозможно увидеть, просто смотря на какие-то моменты. мы увидели, что театры Петербурга живут, живут своей жизнью, развиваются, причём развиваются очень интересно, независимо от каких-то там стилистик, находят свои новые формы, не зная, во что это в результате трансформируется, но всё это весьма, на самом деле, интересно. Да, но вопрос у меня такой, вот, во-первых, сколько получилось исходного материала по этим двум фильмам, а может быть, как бы, там, если вы видите перспективы и дальше какие-то. И второе, вот, наверное, к, ну, к вам, двум режиссёрам, то, что Алексей, вы тоже режиссёр, какой образ, вот, видится вам в этом фильме. Я, к сожалению, не прочёл это, но я мог бы дальше, конечно, остановиться именно на второй части, потому что это очень подкупает, подкупает своей непосредственностью какой-то глубиной познания материалов, потому что театр, это, да, это инструмент, который позволяет людям познавать окружающие процессы, не поддающиеся каким-то другим возможностям. Ну, вот, безусловно, я бы пересмотрел бы снова вторую часть, потому что мэтры, конечно, мэтры, они вещают со своих катурнов, можно согласиться, можно нет, но они говорят, в общем, очевидные вещи. А вот вторая часть, да, она интересна, удивительна и требует внимания к себе. Спасибо. Сколько было исходного материала? Пытались сейчас вспомнить, сколько часов, но я думаю, что не меньше, наверное, 30. Сейчас я уже, скорее, ты быстрее вспоминаешь не часов, а гигабайтов. Вот, гигабайтов было много. Но, конечно, мы часто не снимали целиком, то есть, ну, какие-то фрагменты спектакля, там понятно, что сложно разобраться, но это было очень много, потому что, ну, полгода мы, наверное, точно монтировали это все. Было очень сложно разобрать. Ну, то есть, не разобрать не сложно, но терял бы действительно много. Я говорю, там хватило бы на, ну, как минимум, на короткомитражный фильм о каждом театре. Не забывать, что, конечно, вам вторая часть, я понимаю, почему она интересна, потому что многие из этих театров, они вообще не снимались никогда, ни в каких фильмах, например, тот же Ахе, они категорически, например, не участвуют, так сказать. Но в нашем проекте они согласились принять участие. Для нас это тоже большая радость, потому что мы кому-то покажем, ну, более такой, что ли, особенный, но тем не менее давно существующий в Петербурге театр художников. То есть, и в первой части нам было именно важно тоже, что думают, попав в такие исторические, да, здания с традициями, режиссеры, в общем-то, часто и молодые тоже. Что им с этим делать, как с этим жить, мы ведь тоже все люди и сталкиваемся с каким-то, с какой-то историей, которую нельзя сломать, разрушить, нужно как-то ее, и мне кажется, там есть достаточно интересные рассуждения того же Могучего и Фокина о том, как это идет. Да, МТТ сохранил лучшие традиции и вместе с тем плохие. Интересно, молодой. Это и... мы старались, главное для нас было, чтобы это не было, чтобы это был все-таки какой-то искренний разговор, для этого нужно было время быть с ними, поэтому это невозможно 50 театров, чтобы даже с этими людьми быть и они тебе в какой-то момент начали доверять, как в документальном фильме по-настоящему делается. Нужно все-таки, чтобы люди были готовы говорить что-то, что они не говорят обычно в каких-то репортажах, да, ну, как мне кажется, это обычно так. И мне кажется, что у нас удалось, там какие-то очень тонкие, искренние вещи, они сказали именно нам, чтобы... А образ всего этого действия? Образ петербургских театров? Какой у вас образ петербургских театров? Вы знаете, я... не знаю. Смотрите, во-первых, мы действительно разговариваем с продюсерами с компанией Саго, что надо делать полнометражную версию фильма, потому что очевидно, ну, это дальше зависит от их решения. Довольно давно я об этом разговаривала, потому что очевидно, что сам, сама структура рассказа, когда есть и большие театры, и маленькие театры, и это ещё носит в общем довольно заторопленный характер, а здесь никак иначе, да, она, безусловно, она, безусловно, в определённой степени чуть-чуть размывает художественные высказывания, потому что иначе, ну, иначе нельзя, это не значит, что фильм плохой, фильм прекрасный, да, но мне кажется, что вот и этот образ, безусловно, должен родиться в парламетражном фильме, который, мне кажется, очень было бы правильно сделать, потому что так или иначе эти, эти две серии, это мало для вот этой, для вот этой темы, и материала много, просто надо как бы садиться и делать ещё, потому что если, если все люди в Бразилии или где-то будут смотреть этот фильм, это тоже будет неплохо, вот. Российская газета, огромное спасибо вам за замечательную работу, это просто потрясающе, я театрал с огромным вот сажем, человек, который пишет о театрах, я выписала здесь столько театров, которые я не знаю, и спектакли, на которые я очень теперь хочу пойти, посмотреть и написать про них, рассказать, спасибо большое, просто великолепно, а вопросы такие маленькие, Ирина, вот работали вы когда-нибудь раньше в театре, такой, я сразу все озвучу, ладно, дальше, планируете ли вы показать этот фильм в театрах, может быть, уже расписано по каким-то театрам, и есть ли, с кем не удалось вот поговорить, с режиссёрами, или нет таких людей? Три вопроса, работали ли вы в театре? Да, у меня была, да, у меня было две постановки в театре, но я, поскольку я из Москвы, что, в общем, наверное, было хорошо, как мы всё время думали, у меня была обстановка в театре ДОК, давно, моя первая, и вот в прошлом году у меня ещё был моноспектакль, такой, тоже по современной пьесе Юли Тупыкиной, но на самом деле, нет, я кинорежиссёр, но это делаю просто иногда, когда мне хочется, а так, нет, я, конечно, не театральный режиссёр, и всё-таки, так, с кем нам не удалось поговорить, по-моему, только с Гергеевым, кто-то был из художественных руководителей, которых просто физически было невозможно там выхватить, потому что они все очень заняты, и вот, и какой ещё третий был? Планируете ли показать в театрах? Ну, мы очень бы хотели, чтобы, конечно, люди, вот, чем ещё это хорошо? Часто сами театральные люди, они друг друга не видят, ну, то есть, в силу своей занятости. Если бы они друг друга увидели, вот мы сегодня, мне очень хочется, чтобы они сегодня встретились друг с другом, в том числе, посмотрели друг на друга, и сами по себе встретились в каком-то таком вот месте на премьере, потому что, ну, это правда как-то, не знаю, мне кажется, важно. Я и в кино это очень люблю, когда друзья ходят на премьеры, когда мы понимаем, в каком контексте мы работаем, когда мы друг другу какое-то сообщество, всё-таки, а не какие-то отдельные, вот. Поэтому, конечно, театр хорошо, и это прекрасно, что мы можем это показать сегодня в театре. Замечательно. А далее нигде не расписано? Пока нет, это первое, вот мы только маленькими шагами, вот Алексей, просто, я считаю, что делает невозможное, с тем, чтобы это продвинуть, и мы все вообще счастливы, что у нас есть премьеры документальных фильмов, поймите, это на самом деле очень важный опыт, потому что везде в Европе, это вот я лично проходила, что такое премьера документального фильма. У нас это какая-то просто редкость. Здесь еще спасибо Жанне Зарецкой, надо большое сказать, такое большое-большое-большое. Громное даже. Невероятное. Но мы действительно, мы действительно прикладываем усилия, потому что, как бы, все требует времени. Объяснить людям, что вот есть фильм о театрах, и, пожалуйста, возьмите его там, на вашу там онлайн-прощадку, и так далее. Это требует времени, это требует усилий. И в силу того, что, как вы понимаете, что это же не какое-то коммерческое мероприятие, это культурное мероприятие, и, в общем, художники должны включаться в это, потому что иначе, ну, к шене не работает. И потому что, когда люди слышат, что фильм о театрах, они представляют немножко другое. Они представляют, мне кажется, несколько более унылое, серое, ватное зрелище. Потому что, к сожалению, есть, как бы, своя история, скажем так, жанр. Поэтому мы очень стараемся, и мы очень надеемся, что он как-то продвинется. вот. Да. Взащиту документального кино, хочу сказать, что все-таки здесь, на Ленфиме, теперь постоянно проходит премьера документальных фильмов. Вот буквально до этого показа была премьера фильма про Алису Фрэнлих, например, вот, с автором. И теперь мы берем из ЦДК, в Москве гораздо лучше ситуация с кинотеатрами, там есть центр документального кино, и я думаю, что этот фильм, я очень легко представляю себе в его репертуаре, и надеюсь, что он там будет показан. На самом деле, уважаемым гостям, нужно закругляться. У меня последний вопрос, у меня будет к Алексею Алексеевичу. Честно сказать, не знал, что вы такой увлеченный театрал. А скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были в театре? И даже второй вопрос, когда последний раз вы были, чтобы вас это поразило? Знаете, это всё не так. Всё миф. Я учился на театроведческом факультете. Я не могу быть увлечён театралом, потому что для меня выбор, остаться мне театроведом или нет, был довольно сложный, долгий, мучительный и так далее. Я вам так скажу, очень по-разному отношусь к современному театру. Я, к сожалению, его довольно плохо знаю. Я, к сожалению, не всегда успеваю за временем. Потому что появляются какие-то новые коллективы, появляются новые спектакли, появляется много чего нового появляется. И именно поэтому и родился этот фильм. В том числе для таких людей, как я, которые ничего не успевают. Вот. Поэтому, собственно говоря, для меня открытий в этом фильме тоже было много. Потому что они там что-то, они там что-то, значит, в увлеченной переписке с Жанной Зарецкой решали, а я писал трогательные письма иногда художественным руководителям, почему они должны пустить группу все в театр. Не все хотели. Значит, самое прекрасное воспоминание, когда один из выдающихся питерских режиссеров совсем не хотел участвовать в театре, у нас была с ним увлеченная переписка, и я тогда сформулировал, что для Петербурга ваш чат-театр не менее важен, чем Винсмистерское аббатство для Англии. И просто проблема в том, что девочка очень хорошая, которая помогала мне писать, она писала Винсмистерское с пяти ошибками раз 15. Вот. И во всем этом атмосфере абсурда на самом деле родилось то, что мне очень самому интересно. Касательно какой спектакль, меня как-то вот, что в памяти, вот в памяти как ни страна, ахе, я не говорю, ахе, 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 ахе. Ахе, я не могу сказать, что это моя стилистика, это на самом деле не моя стилистика, я даже, я даже испытывал какие-то внутренние сомнения в моменте, когда смотрел, но он почему-то у меня сейчас сидит в голове вот из последнего. Спасибо огромное, тогда давайте поблагодарим создателей.